Первое, как его называют теперь зимнее ЕНТ, проходит и в Алматы. Владимир Бовкис сейчас присоединяется к нам. Владимир, как проходит ЕНТ у вас? Доброе утро, Арестан. Сначала немного о новшестве этого года. Впервые выпускники школ могут сдавать 4 раза в год испытания в январе, марте, июне и августе. В Алматы сегодня проходит первый день январского ЕНТ, а вообще тестирование продлится два дня. Сегодня заявку на участие в ЕНТ подтвердили 3462 учащихся 11-12 классов школ города. По итогам тестирования они получат сертификаты, но эти сертификаты, как уже было сказано, дают возможность на обучение в вузах на платной основе, а право на грант дает только традиционно ЕНТ. Впрочем, более подробно об особенностях этого года расскажет моя собеседница, руководитель филиала Национального центра тестирования при Университете международного бизнеса Ботагос Сарварова. Здравствуйте, Ботагос. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а кто сдал ЕНТ в январе? Могут претендовать на остальные испытания в рамках ЕНТ? Все выпускники могут участвовать во всех четырех ЕНТ. Во всех четырех ЕНТ. Все выпускники. Скажите, а если абитуриент завалил все четыре экзамена, какие у него есть возможности реабилитации или вообще нет шансов? Нет, почему? Абитуриента условно зачисляют в университет на один семестр, после чего он должен будет обязательно сдать ЕНТ и получить сертификат. И еще один вопрос, Ботагос, в этом году вводится новая норма, согласно которой от ЕНТ освобождается по определенному предмету. Скажите, какая категория абитуриентов освобождается? Это лица, которые имеющие подтверждающие сертификаты о знании и овладении английского языка не будут сдавать английский язык ЕНТ. Ботагос, большое спасибо вам за разъяснение. Ну а я лишь добавлю, что форма ЕНТ остается такой же, как и в 2018 году. Абитуриенты сдают три обязательных экзамена. Это история Казахстана, математическая грамотность, а также грамотность предмет знания чтения. И кроме этого, существует два профильных предмета по выбору абитуриентов. К этому моменту у меня вся информация. Арестан. Спасибо. Напомню, Владимир Бовки с нас также информирует о том, как проходит единое национальное тестирование в Алматы.